МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Саргуте бывшая спортсменка напала на девочку. В конфликте сейчас разбираются полицейские исследователи. Регион УРФО помогает восстанавливать соцобъекты. В Донецкой и Луганской народных республиках там побывал полпредпрезидент России на Урале. Что уже сделали? И обещали, сделали. В Ультьягу не по просьбам жителей заменили школьный автобус. Он подвозит учеников из соседнего поселка Тромаган. В Саргуте бывшая воспитанница секции единоборств избила 14-летнюю девочку прямо на улице. Что именно произошло между подростками, еще предстоит выяснить. По словам жителей комплекса Оранж-Хаус, недалеко от которого и происходили события, сначала более старшие ребята разговаривали с пострадавшей на повышенных тонах, унижали ее, затем нанесли несколько ударов по лицу и телу. Самой активной оказалась 15-летняя саргутянка. Родители подростка обратились в полицию. В УМВД России по городу Саргуту поступило заявление о том, что несовершеннолетний, 2008 года рождения, были нанесены телесные повреждения. Сотрудниками полиции установлены все участники события. В настоящее время в рамках проверки устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В соответствии с законодательством будет принято процессуальное решение. Участвующие в инциденте подростки поставлены на профилактический учет. В ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Сургуте, недалеко от торгового центра, произошел конфликт между подростками. По поручению руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре по данной публикации организована процессуальная проверка. В ходе проверочных мероприятий следователями Следственного отдела по городу Сургут будут выяснены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Журналистам телеканала Сургу-24 удалось связаться с мамой пострадавшей девочки. Она рассказала, что все произошло. В прошлую субботу женщина заметила царапины на лице дочери и отек глаза. Девочка объяснила, что ударилась сама, но в понедельник, вернувшись из школы, где, по всей видимости, распространилось видео, рассказала, как все было на самом деле. По словам подростка, ей назначили встречу из-за картинок в соцсетях. Мама отметила, что дочери нравится стиль аниме. Девочка выкладывала иллюстрации на личной странице. Никаких призывов не публиковала. Но группа молодых людей решила зацепиться за то, что есть. В течение некоторого времени, сообщила Сургутенко, ее дочь приглашали прийти в указанное место. Она в итоге согласилась на разговор, которого, как известно, не получилось. Вот эта вот компания, группа компании, которая вот это все организовала, они ее умышленно пригласили на избиение моей дочери. Я так понимаю, девочка разговаривала с мальчиком. У них был диалог. А она просто из-под тяжка со стороны накинулась. Когда она с этой девочкой разговаривала, насколько поняли, с кем там, они просто стояли и харкали ей спину. Там тоже не слышно, чтобы моя дочь как-то, знаете, их там оскорбляла, как они пытаются выкрутить эту, я скажу так, ситуацию. Знаете, что бы ни сказал ребенок, никто не дает права ее убить и унижать. Мама-подростка сообщила нам в телефонном разговоре, что мальчик, который в выходные плевал на одежду ее дочери, в конце прошлого года уже был увлечен в таком же поведении в стенах школы. Тогда вопрос уладили, а молодой человек извинился. Но от привычки, похоже, отказываться не стал. Добавим, что в Следственном комитете и полиция Саргута изучают и другие видеозаписи с участием бывшей воспитанницы одной из спортивных секций города. В одном из чатов появился ролик, где девушка пытается уложить на лопатки юношу. В группе в мессенджере были опубликованы кадры, на которых она вновь бьется с девочкой. Все происходящее противоречит философию спорта. Тренеры рассказали Саргу-24, что на самых первых занятиях по боям без правил, боксу, кикбоксингу, смешанным боевым искусствам и другим направлениям уделяют особое внимание правилам поведения. Применять физическую силу за пределами ринга или татами запрещено, а любую конфликтную ситуацию необходимо решать без рукоприкладства. Если ты, как там было на видео, уронила девочку и начинаешь ее добивать, это уже не самооборона, это уже агрессия. Агрессия со стороны нападающего. Такого быть не должно в принципе. Детям своим, каждый говорит на тренировке, в том числе и я, что проявлять агрессию в принципе нельзя. Ни на улице, ни на ринге, ни на татами. Нужно вести себя корректно. Корректно, даже если ты где-то побеждаешь своего соперника, это не значит, что ты должен где-то проявить излишнюю агрессию. Нельзя этого делать. Не только от тренера зависит воспитание подрастающего поколения. Во-первых, это зависит от родителей, а также во вторую очередь, куда они ходят, институт или школа. И также мы со всеми тренерами, мы иногда собираемся, будем обговаривать со своими тренерами, чтобы они уделяли к этому внимание, чтобы свои знания не применяли на улице. В Строгутском районе полицейские изъяли больше 11 килограммов наркотиков. В Страже порядка получили оперативную информацию о передвижении машины с запрещенными веществами. На 48-м километре автодороги Сыргут-Нефтьюганск иномарку, указанную в ориентировке, остановили. За рулем находился 50-летний житель Челябинской области. В багажнике, в нишу для хранения инструментов, в Страже порядка изъяли три мешка, в которых находились 90 спрессованных брикетов с веществом темного цвета и один полиэтиленовый пакет с некой растительной субстанцией. Экспертиза установила, что все это наркотики массой более 11,5 килограммов. Установлено, что задержанный работал курьером. Запрещенный товар вез из Московской области из Санкт-Петербурга. Он предназначался для Югры и одного из соседних регионов. Возбуждено уголовное дело. В городе Волновах Донецкой Народной Республики готовят к выводу больницу. Населенный пункт помогает восстанавливать Ямал и Челябинскую область. Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев во время рабочей поездки в ДНР побывал в социальных объектах, которые удалось отремонтировать при участии регионов УРФО. В Макеевке полпред посетил два детских сада, лице и городскую больницу, где навестил раненых военнослужащих. Те объекты, которые внесены в план восстановления Донецкой Народной Республики на 2023-2024 год, они уже более осознанные. Сегодня мы побывали на большом количестве объектов. Действительно, субъекты Уральского федерального округа мы работу выполняем достаточно качественно. Владимир Якушев отметил, что сегодня объекты, которые завершены, оснащают необходимым оборудованием. В мае и июне этого года к открытию готовят детский сад, школу и объекты здравоохранения. Представители правительства республики поблагодарили всех, кто помогает восстанавливать города и оказывает гуманитарную помощь. Полпред президента России в Уральском федеральном округе подчеркнул, что работа по реконструкции и строительству социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в ДНР продолжится. Мне кажется, что установился очень такой хороший диалог, хорошая совместная работа. Субъекты Уральского федерального округа будут продолжать эту работу. Большая программа намечена на 23-й год. И в рамках сегодняшнего совещания как раз мы проговорили эти программы по каждому субъекту. Трехсторонние они подписаны. Подписывают, как правило, эту программу главы муниципального образования. Глава правительства ДНР и представители субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ. Программы согласованы, программы не маленькие, поэтому предстоит. Очень большая, серьезная, но такая нужная работа. В Ульт-Ягу не заменили школьный автобус. Ежедневно в образовательные учреждения он доставляет 16 учащихся из соседнего удаленного поселения Тромаган. Обновление транспорта, назревшая необходимость. За 10 лет эксплуатации машина стала требовать все больше вложений и с трудом отвечала потребностям. С просьбой купить новый автобус к властям Сургутского района жители обратились осенью. И пожелания были услышаны. Мария Ливанян продолжит. Вы представляете, да, 25-28 градусов едут они, печка не работает, они приезжают все синие и холодные. О том, что состояние школьного автобуса далеко от идеала главе Сургутского района, жители рассказали на встрече в ноябре. Тогда сотрудники профильного департамента сообщили, заявка на приобретение нового транспорта отправлена в округ. Ведь именно правительство региона отвечает за этот вопрос. Ежегодно департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа проводит мониторинг потребностей в школьных автобусах среди территорий Ханты-Мансийского округа. В связи с этим департамент образования администрации Сургутского района проводим мониторинг автобусов, находящихся в оперативном управлении образовательных организациях на основе актов технического осмотра данных транспортных средств. И уже потом подаем заявку в департамент образования и науки Ханты-Мансийского округа. Прежний автобус пробыл в строю 10 лет, и его технические показатели со временем стали ухудшаться. Первые поездки на новом и теплом школьном транспорте состоялись 13 февраля. Как говорят, какая самая лучшая машина? Самая лучшая машина – это новая машина. Ну, так же и с автобусом. Новый автобус – это всегда лучше, чем старый автобус. Но тут автобус уже у него подходил срок, насколько мы понимаем, поэтому уже было необходимо его замена, приобретение нового. Учителя, дети и их родители не скрывают радости. Ежедневно на автобусе до Ультьягунской школы из соседнего поселка Трамаган добираются 16 детей. Конечно же, когда ребята расселись в новые места у этого автобуса, были счастливые лица. Я сама ездила с радостью оформлять документы в Ханты-Мансийск. В новом автобусе поместится 31 ребенок. В салоне машины на 10 посадочных мест больше, чем раньше. Транспорт оборудован всеми средствами безопасности для детей. Ремни, поручни и верхние полки, куда можно убрать тяжелые школьные портфели. Да, стало гораздо удобнее, стало больше места, теплее. Ну, в целом ездится лучше, чем на прошлом автобусе. Сел, поехал, наушники надел, не обращаешь внимания. Раньше сидишь так, ноги гнутся, все гнется. Ну, сидеть было неудобно. Сейчас, в принципе, тепло, удобно, все хватает. Сегодня подвоз детей в образовательные учреждения организован в семи поселениях для более чем 350 ребят. В профильном департаменте администрации района отметили, что дополнительный транспорт ждут для подвоза детей из микрорайона Гидрономы в Белом Яру. Мария Ливанян, Анастасия Петрова, Владимир Федоров, Сургут-24. Голоса сургутян повлияют на благоустройство города. Проекты, которые инициировали жители нашего муниципалитета, подали на региональный конкурс. Проголосовать можно, пройдя по QR-коду, который вы сейчас видите на экране. Восемь идей этого года, что уже прошли согласование и получили финансирование на местном уровне, начали реализовывать. Среди них, например, возведение теплой современной раздевалки у хоккейного корта в микрорайоне железнодорожников или монтаж уличного освещения у школы номер 45 для обеспечения безопасного прохода учеников. Все проекты поддержаны администрацией. И в настоящий момент они поданы на региональный конкурс. Уже вчера открыто онлайн-голосование. И мы очень просим поддержать инициативы наших сургутян и проголосовать на портале «Открытый регион Югра» за все восемь проектов. Вот здесь ключевое, что голосовать можно не за один, а за все сургутские проекты. Что это даст городу? Победа в региональном конкурсе позволит получить до 70% от суммы бюджета данных инициатив из округов города. В случае победы всех восьми проектов сургут получит порядка 30 миллионов рублей. Это даст возможность включить в реализацию последующие заявки, поступившие от горожан. В прошлом году на региональном конкурсе из пяти инициатив победили две. И в 2023 администрация города смогла профинансировать уже восемь идей. В бюджете у мэрии осталось еще почти 4 миллиона рублей. Мы всех сургутян ждем. Со своими заявками неоднократно рассказывали, что как у нас на сайте можно набрать инициативное бюджетирование и почитать, что и как подать, так и обратиться в МКУ «Наш город». Они тоже помогут оформить проекты. От сургутян нужна только идея. Реализует администрация и муниципальные учреждения. Сейчас очень важно и очень бы хотелось сосредоточить на том, что с 1 марта по 20 марта надо зайти на портал «Открытый регион Югра», авторизироваться, если ранее регистрировались. Указать надо только мобильный телефон и адрес электронной почты. Почистить лексикон придется многим россиянам. На этой неделе вступил в силу закон, направленный на повышение значимости русского языка как государственного и его защиту от чрезмерных заимствований. Депутаты Госдумы приняли документ сразу во втором и третьем чтениях. Он содержит запрет на использование иностранных слов, имеющих русские синонимы. С 2025 года из употребления должны исчезнуть лексические заимствования во всех сферах, используемых отечественными потребителями, в том числе реклама товаров и услуг, пресса, учебные пособия, культурно-массовые действия, кино и театры. Ликвидации подлежат также вывеске с иноязычным текстом, либо он должен быть продублирован на русский с сохранением размера шрифта. Ну я считаю, что хорошая инициатива. У нас русский язык достаточно богатый. Ну такие как окей-то можно и оставить. Приняли такое вот правило. Да никак я эти слова не использую. Окей-согласие. Шопинг – это покупки, так понимаю. Уикенд там какой-нибудь. Уикенд, нет, не знаю. Просто уже прижились как-то и будет тяжело без них. А к каким-то кому-то есть? Ну надо, значит надо. А вы сами используете такие слова? Да. Просто из-за того, что сейчас мы очень много сидим в мессенджерах, проще написать «ок», чем написать «хорошо». Тенденция последних 10-15 лет. Мы перестали изъясняться сложно подчиненными предложениями, висееватыми формулировками. Нам проще сказать краткую фразу и желательно, чтобы нас поняли. Мы интегрируемся в общем мировое пространство и появляются процессы, появляются какие-то события, люди, у которых есть уже свое название. И русский язык не может ни брать, ни впитывать это в себя. Русский язык во все времена отличался открытостью. По подсчетам специалистов он на 70% состоит из заимствований. Однако в последние десятилетия инородный запас великого и могучего растет небывалыми темпами. Например, в 2020-м в обновленный орфографический словарь, изданный Институтом русского языка Российской академии наук, вошли 675 неологизмом. В том числе фейк, селфи и кэшбэк. А в сентябре прошлого года добавили еще 151 новое слово. Закон о защите государственного языка имеет отложенное действие. К 2025 году должны быть разработаны соответствующие справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного. Утверждать их будет правительство на основании предложений отечественных лингвистов. Переработают отраслевые словари, содержащие лексику, употребляемую, например, в рекламе IT-индустрии. Особое внимание уделено составлению нормативно-правовых документов. Перед обнародованием такие тексты будут подвергаться обязательной лингвистической экспертизе. Вот этот закон, который, или подзакон, который принят, он направлен абсолютно не на бытовую речь, не на общение людей, а на государственные документы, на чиновничество. Слушая последние десятилетия выступления чиновников, ну, не было чиновника столь значимого, чтобы он не блеснул каким-то англицким словечком в своей речи. Или понятие какое-то. Вот, как говорят французы, как будто бы в русском языке нет соответствия. Так ты скажи это по-русски. А может быть. Новый регламент требует также написания на государственном языке географических названий и обозначений на дорожных знаках. Документ касается всего, что происходит в публичной плоскости. Эксперты телеканала «Саргут-24» дали свою оценку закону о защите русского языка. Все подробности в программе «Новости. Главное» в эти выходные. Креативные, умные и готовые к трудовым подвигам в компании «Саргутнефтегаз» определили нефтяного рыцаря. За 17 лет проведения конкурса в нем поучаствовали 612 работников. В этом году за почетное звание боролись 33 мужчины. До финальных испытаний дошли лишь 10. Кто из них получил заветный кубок, знает Валерия Кудрявцева. Повторить слова, поправить галстук и получить последние наставления перед выходом на сцену. Волнение участников конкурса «Нефтяной рыцарь» за кулисами можно было буквально почувствовать в воздухе. Неудивительно, ведь настал момент, когда нужно было показать все, к чему усердно готовились. Около месяца. Готовился просто вот февраль месяц, он вычеркнул. То есть постоянные думки, постоянно что-то переделываешь. Что-то хочется новое, что-то хочется эксклюзивное. Ну, хочется всегда, конечно, выделиться. Мы старались. У меня большая, так сказать, команда. Поэтому, я думаю, мы справились с задачей. И сегодня всем все покажем. Кирилл Черноволов, как и многие его соперники, претендует на звание «Нефтяной рыцарь» впервые. Стать одним из соискателей столь почетного звания было его целью после того, как он побывал в группе поддержки на прошлом конкурсе «Делится мужчина». Конкурс на тему «Мы вместе, мы едины» посвящен Году взаимопомощи в Югре. За всю историю конкурса в этот раз впервые участвуют люди высоких должностей, заместители первых руководителей структурных подразделений. Никогда такого не было. И даже участвует депутат Думы города Сургута. Это говорит о том, что конкурс действительно с каждым годом все популярнее и популярнее. И многие из мужчин хотят попробовать себя в роли нефтяного рыцаря. Конечно же, стараются добиваться этого, но, к сожалению, рыцари у нас бывает только один. В этом году на конкурс заявились 33 сотрудника Сургутнефтегаза. До финала, после двух этапов спортивного и творческого, дошли лишь 10 претендентов. Не без помощи тут и семьи, не без помощи и профсоюзного комитета структурных подразделений, ну и, естественно, нам не ближе к совету. А им, женщинам, отдельное спасибо, что они вот в этот праздник тоже набрали силы, мужества, время нашли и организовать этот праздник. В финале участники должны были с помощью видеовизитки рассказать о своей роли в компании, после в образе русского героя поведать жюри о своих жизненных целях. Кто будет снег добавать? Мы будем снег добавать! Кто будет у вас три послать? Мы будем у вас три послать! Далее мужчины показывали свой острый ум в конкурсе «Блиц-опрос». На завершающем этапе участники демонстрировали таланты. Кто-то стоял на гвоздях, другие рисовали песком, третьи танцевали и пели. Каждый достойно старался произвести наиболее яркое впечатление на зрителей и жюри. Принять решение было непросто. Экспертная комиссия совещалась больше получаса, но все же смогла назвать имя «нефтяного рыцаря». Победителем конкурса «Нефтяной рыцарь» публичного акционерного общества «Сургутнефтегаз-2023» и обладателем диплома за первое место становится Нур-Султан Сартамьев! В первую очередь хочу сказать слова благодарности своей семье, первичной профсоюзной организации «НГДУ НЕФТАМСКНЕФТЕ», совету женщин, совету молодежи и всем, кто болел за меня. Неописуемые впечатления. Очень рад, что был удостоен чести поучаствовать в данном конкурсе. Они меня настраивали психологически, напутственные слова говорили, чтобы я не волновался на сцене. И говорили, что мы верим в тебя, ты победишь, ты самый лучший. Семья и коллеги Нур-Султана потратили на дорогу около четырех часов, чтобы поддержать его в зале во время выступления. И осознание того, что рядом находятся люди, которые искренне готовы помочь достичь успеха и разделить радость, пожалуй, лучшая награда для «НЕФТЯНОГО РЫЦАРЯ». Молодец! Молодец! Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут, 24. Для лучших людей на свете в Сургутской библиотеке имени Николая Рубцова открылась выставка авторских открыток дизайнера и художника Евгения Верочева. Свои маленькие шедевры он создает уже более 15 лет, но в таком полном собрании рукотворная коллекция еще нигде не экспонировалась. В экспозиции в основном преобладает цветочная гамма, а также присутствует новогодняя и бытовая. По словам автора, самодельная открытка – не только отличный подарок. Как-то мне пришла была мысль, что можно придумать такие открытки, на которых любой может что-то нарисовать. Небольшую, там, цветочек какой-нибудь, закорючку, узор. Ну, кто посильнее рисует, может, более что-то сложное. И подарит, как бы, частицу работы своей души. В экспозиции представлены более 40 работ автора. Они отличаются тщательной прорисовкой деталей, тонким художественным вкусом, юмором и полной сюрпризов. Уникальный факт – при создании открыток Евгений использовал только пять цветов. Познакомиться с творчеством поближе сургутяне смогут до 30 апреля. Когда я думал, сколько карандашей положить в коробку, я подумал, что надо взять только те цвета, без которых нельзя обойтись. То есть, вот самое важное. И поэтому там вот у нас идет желтый, красный, зеленый, синий и черный. То есть, если их все смешивать в разных пропорциях, то можно получить дополнительные оттенки. И поэтому вот пять цветов. Эти и другие новости смотрите на нашем сайте indefisnews.ru. У меня же на этом все. До свидания. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. 7 важных плюсов «Телеплюс». Высокоскоростной интернет. Цифровое HD-телевидение. Умные интернет-домофоны и смарт-четчики. Охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. «Телеплюс». Для любимых абонентов. Включено все. Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи. Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободное от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры оффлайн. Выбери. Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание. Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут 24. Подпишись. Будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут 24. 16+. Не грузятся картинки? Пропали лайки и клики? Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. В машину, в автобус, в офис. Реклама на радио. Выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. Авторадио. Энерджи. Дача. Русский хит. ЛАВ-Радио. Позвони. 221-222. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова